Привет, друзья! Вам понравилось наше предыдущее видео про то, как укрепить запястья, но многое осталось за кадром, поэтому мы решили сделать еще одно. Приятного просмотра! На самом деле, ваши предплечья работают в изометрическом режиме в огромном количестве упражнений, особенно мышцы сгибателей запястья во время подтягиваний или стойки на руках. Для того, чтобы добавить динамической нагрузки, вы можете начать выполнять упражнения с использованием глубокого хвата или начать делать специфические упражнения, например, такие как вот это. Если вы придерживаетесь функционального подхода к тренировкам и сбалансированно выбираете упражнения, не перегружая слишком сгибатели или разгибатели, то они уже хорошо тренируются. Но если вы хотите увеличить нагрузку на мышцы разгибатели во время подтягиваний, то нужно немного раскрыть свой хват. За счет этого изменится длина рычага, и разгибателям потребуется прикладывать больше усилий для стабилизации тела. Другим вариантом может быть выполнение подтягиваний на специальных шарах, при этом регулировать уровень нагрузки можно за счет изменения того, как именно вы будете их держать. Разгибатели также очень хорошо тренируются во всех упражнениях, где вам нужно держать руки прямыми, противодействуя сгибанию, например, в заднем висе и всех подводящих к нему. Не стоит забывать и про отжимания на тыльной стороне запястья, но к этому упражнению нужно подходить осторожно, постепенно увеличивая нагрузку и начиная с отжиманий с колен, чтобы не получить травмы. В ряде случаев, например, если вы восстанавливаетесь после травмы или обратили внимание на наличие серьезного дисбаланса между разгибателями и сгибателями, тогда в своей тренировке стоит добавить изолированные упражнения, например, вот такое или упражнение с использованием кистевого эспандера. Отжимания на кулаках, хотя и требуют значительной предварительной подготовки с целью укрепления костяшек пальцев, но при этом являются отличным проприетарным упражнением и приносят огромную пользу с точки зрения сбалансированной нагрузки на сгибатели и разгибатели. Еще одно упражнение из этого класса – это стойка на руках. При этом, в зависимости от поверхности, на которой вы выполняете стойку, будут тренироваться в большей степени сгибатели, если на земле, или разгибатели, если на паралетсах, или и те, и другие в равной степени, на одной перекладине. И, наконец, выполнение реабилитирующих упражнений на большое количество повторений в медленном темпе и с низкой нагрузкой будет также способствовать укреплению и развитию данных мышечных групп. Надеемся, что после этого видео у вас не останется вопросов по тренировке и укреплению предплечий, но если они возникнут, то мы всегда будем рады ответить вам в комментариях.